...тёмный, ещё более чёрные тона. Один день из жизни незрячих волгодонцев в нашем видеоматериале. Влево стрелкой отходи, чтобы так вот этот вот расширение... А, расширение оставить. Расширение оставь. Тёмные очки — это не способ спрятать глаза от общественности. Обязательный атрибут всех слепых. Сегодня к Виталию Дмитренко в гости приехал его товарищ Понедугу. Такой же инвалид по зрению, Евгений Пащенко. Виталий проводит с ним очередное занятие. Обучает не просто компьютерной грамотности, а умению владеть техникой в совершенстве. Кнопка «Энтер» нажимаем и ждём. Выход из меню. Документы. На принтере сейчас пошла печать. На верхней крышечке, аккуратненько, чтобы не сломать, берёшь листочек. Вот, ты его уже нашёл. Тащи, тащи, тащи. Виталию 27. Зрение он потерял во время травмы, будучи двух лет от роду. Несмотря на это, внутренний оптимизм и желание жить лучше никогда не покидает молодого человека. Он ищет себя. В скором времени собирается поступать в Московский институт искусств на факультет звукорежиссуры. Помимо мастерского владения компьютером, Виталий обладает шикарным баритоном и умением писать музыку. Его вокальные способности были признаны в разных городах России. Песни ротировались в эфирах радиостанций. Но родному Волгодонску его таланты оказались не нужны. Неоднократно пытался молодой человек найти работу. Но всё тщетно. Трудоустройство – это первый вопрос, который давно как бы стоит. Это серьёзный вопрос, я бы сказал, это беда. Это беда, потому что незрячий должен работать. И незрячий должен работать со зрячими. Помимо проблем с трудоустройством, незрячих волнует и проведение своего досуга. Однако в городе и эта проблема существует на острие. Поколение незрячих в опасности. Нужно очень много делать. В первую очередь, я считаю, первая проблема нашего городского ВОЗ и нашего областного ВОЗ в целом, первая проблема – это работа с молодёжью. С молодёжью сегодня никто не работает. Нам нужно молодёжь поднимать, нам нужно молодёжи давать дорогу, чтобы молодёжь работала, чтобы молодёжь общалась. Ведь у нас половина незрячих в городе сидит по квартирам. Ведь у нас нет вечеров общения, у нас нет ничего. По бумагам, может быть, всё это и есть. Молодёжь приходит в общество слепых, говорят, о чём мы будем туда ходить, там одни бабушки и дедушки. Жизнь не останавливается. Сейчас два абсолютно слепых товарища собираются ехать работать в Таганрог. Хорошо, Виталий, связался со своими в Таганроге, звонить мне на днях. Женя бросает, тут всё, тут держать нечего. Ну, ничто не держится. С женой я разошёлся. Короче говоря. Одна только пенсия, существовать практически невозможно. Он нашёл, едем, едем. А сегодня вот с утра позвонил, порадовал. Женя, нас берут. Берут, ура. Я рад, что нас берут, что мы не будем паразитировать на шее государства. Почти каждый человек стремится присоединиться к группе единомышленников. Коллег по работе, по несчастью, по утрате, заболеванию. В общем, найти своих в этой жизни. Однако в помощи Волгодонского общества слепых мужчины давно разочаровались. Вступление в него для них больше не является гарантией, что незрячий человек найдёт работу, получит вовремя бесплатное лечение или путёвку. Естественно, всё упирается в одно. В финансе, в первую очередь. В заботу нашего государства. В истинную заботу, непонимимую, которую у нас с высоких крибун постоянно говорят. Даже вот на белую трость, на белую трость приходят и говорят, что вот, да, действительно, вот такие вы молодцы. Вы молодцы, да, мы с оптимизмом смотрим. Но надо не только слова, а лучше больше дела. Из вышеназванных факторов следует, что незрячие и слабовидящие граждане нашей страны просто не видят, извините за каламбур, смысла становиться членами общества слепых. Что им делать? Ехать на предприятие работать, снимать квартиры и работать. Другого выхода нет у нас на сегодняшний день. А между тем, инвалиды по зрению общаются между собой, не падают духом, надеясь только на собственные силы. Эдуард Сергеев, в отличие от своих коллег по несчастью, зрения лишился не так давно. В апреле прошлого года он отравился и после пребывания в реанимации белый свет уже не увидел. Пришлось надеть темные очки. У него есть жена и маленький сын. Его беспокоит, что до сих пор Волгодонское общество слепых не направило его в город Волоколамск, в котором находится центр реабилитации для незрячих. Центр этот именно, что дает именно. Самое главное, он дает психологическую поддержку. И многие мне рассказывали, что именно, как мне говорили, многие незрячие люди, которые уезжали туда, были абсолютно, скажем так, беспомощны и были психологически слабы, в общем, ну, замкнуты в себе. После того, как они съездили туда, они приехали абсолютно другими людьми. Приехали уже сами, даже без кого-то, без помощи, сами их посадили на автобус, они сами доехали, в общем так. Он у нас стоит первый. Проблема заключается в том, что во Всероссийском обществе слепых почти 300 тысяч инвалидов по зрению. Школа одна у нас на всю Россию. Жизнь – это то, что происходит с каждым из нас сейчас. Но желание жить полноценно, насколько это возможно, в каждом из таких людей, как эти, так и остается на сегодняшний день пока лишь мечтой. Антиреальной. Наталья Веденева, Сергей Овчаренко. Новости ВТВ. Любители зимней рыбалки разматывают удочки о спецслужбе.